Три категории школьников обеспечивают горячим питанием за счет бюджета. Завтраками кормят учеников начальных классов. Воспитанники школы-интерната номер один, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получают двухразовое бесплатное питание. На эти цели из бюджетов разного уровня тратят около 52 миллионов рублей. Питание на их категории школьников оплачивают родители по желанию. Платными завтраками и обедами пользуется порядка 80% учеников, которые не попадают под категорию бесплатных завтраков, обедов. Поэтому я считаю, что здесь достаточно значительное бюджетное обеспечение. Там вопросы есть и возвращаться к этому вопросу не совсем уместно и правильно. В декабре прошлого года депутат Михаил Савинов внес поправку в бюджет города и предложил обеспечить горячими завтраками бесплатно всех школьников и увеличить базу учащихся, которые имеют право на бесплатные обеды. Напомним, в Сарове завтраками кормили всех школьников с 90-х годов. Но пару лет назад пришлось отказаться от этой практики. В 2018 году вышло 232-е постановление правительства, согласно которому муниципалитет не может финансировать расходы, не относящиеся к вопросам местного значения. И Минфин нам сказал прямым текстом, коль уж вы дотационные на 70%, а мы глубоко дотационные в рамках федерального законодательства, так уж получается, то, пожалуйста, не берите на себя те финансовые обязательства, которые законом явно не предусмотрены. Если бы оплата завтраков всем школьникам из местного бюджета продолжилась, Минфин мог сократить все субсидии и дотации городу в двойном размере, пока не существует механизмов, которые бы позволили только Сарову бесплатно кормить детей в школах. Также депутаты обсудили вопрос с льготами ветеранам труда. В 2017 году в Нижегородской области была введена верхняя планка дохода, критерий нуждаемости. И теперь, когда ветеран труда достигает этой планки, он лишается льгот по оплате услуг ЖКХ и других. Пострадали от этой меры в основном пенсионеры нашего города, потому что ветеранов атомной энергетики и промышленности переравняли к ветеранам труда. Пока не был введен критерий нуждаемости, они все у нас доплату как ветеран труда получали и компенсацию за ЖКО. Ну, там от тысячи до полутора тысяч рублей, в общем-то, была такая сумма. Но когда критерий нуждаемости у нас появился, то есть у тех, кого доходы выше 24,662 рубля, то есть это пенсия, и если человек работает, то им выплаты прекращаются. Ветераны неоднократно писали письма и обращения, чтобы вернуть свои льготы. Сейчас депутаты решили создать рабочую группу, детально проработать этот вопрос и выйти с законодательной инициативой. Один из вариантов – ввести плавную шкалу перехода и уменьшать льготы соразмерно. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров-24.